В Анкаре появилась улица Жамбула-Жабаева. Увековечили имя известного поэта в районе Кичуарен в честь 25-й годовщины установления дипломатических отношений между Казахстаном и Турцией. Участниками торжественной церемонии открытия стали общественные деятели, представители международных организаций и интеллигенции. Отношения между Казахстаном и Турцией укрепляются с каждым годом. К примеру, в 2015 году в Анкаре открыли парк имени знаменитого Айтаскера Суинбая Аронула. Там же установили и памятник поэту. А сегодня одной из улиц, ведущих к этому парку, дали имя легендарного Акэна Жамбула-Жабаева. Парк Суинбая и улица имени Жамбыла находятся рядом не случайно. Жители нашего района с энтузиазмом восприняли новость об их открытии. Многие благодарили, ведь Суинбай и Жамбыл – гордость не только казахского народа, но и всего тюркского мира. Разумеется, это не первое подобное событие. Открытие улицы имени Жамбыла-Жабаева стало продолжением большой работы по укреплению отношений между двумя нашими странами. Сегодняшняя церемония имеет и большое духовное значение. Кичиорен – один из крупнейших районов Анкары. Здесь живет свыше миллиона человек. Предложение о присвоении улицы имени великого поэта было единогласно принято городскими властями. Поддержали инициативу и местные жители. На церемонии открытия был подписан меморандум о сотрудничестве между Жамбылским районом Алматинской области и районом Кичиорен-Анкары. Этот документ станет началом долгих партнерских отношений. Мы стали свидетелями по-настоящему исторического события. В Анкаре открыли улицу нашего великого предка. Это говорит о мировом авторитете нашей страны. Глава государства в своей статье «Взгляд в будущее. Модернизация общественного сознания» призвал оберегать культурное наследие. Сегодняшнее мероприятие – яркий пример того, как это нужно делать. Официальную церемонию открытия продолжил большой концерт с участием артистов из Южно-Казахстанской области и Алматы. Зрители смогли услышать редкие народные песни. Гульнара Исакова, Ержан Женос, Седать Денли, Турция, Анкара.